Автограф на прощание. Президент подписал указ об отставке правительства. В кулуарах парламента депутаты рисуют контуры новой коалиции. Обменять и забыть. Бишкек предлагает Душанбе произвести обмен земельными участками для пресечения приграничных конфликтов в будущем. Соседи пока молчат. Не бейте папу. Видеоролик с избиением мужчины на глазах его ребенка вызвал шквал возмущений в обществе. Кукушки на чужбине. По количеству брошенных детей в Москве наши женщины вышли в лидеры. Куда делись чувства матерей? Отставка правительства официально состоялась. Сегодня указ об этом подписал президент Алмазбек Атамбаев. Таким образом, с сегодняшнего дня, сформированный полтора года назад, кабинет министров во главе с Джентро Сатыбалдиевым считается ушедшим в отставку. Но работать он пока продолжит. Сам Сатыбалдиев и его прежние министры временно будут исполнять обязанности членов правительства, пока парламент не сформирует новый состав исполнительной власти. А прежде депутаты должны образовать новое коалиционное большинство. Напомним, накануне развалился правящий альянс социал-демократов, арнамысовцев и атомикеновцев. Развалился по инициативе последних. Социалисты, как говорят наблюдатели, таким образом создали условия для менее позорной отставки Джентро Сатыбалдиева. Напомним, месяц назад фракция республик инициировала процедуру выражения вотума недоверия правительству. Были собраны подписи более трети всех депутатов. На следующей неделе парламентарии собирались уже вынести вопрос на голосование. И если бы большинство поддержало оппозицию, то Джентро Сатыбалдиев оказался бы первым премьер-министром страны, уволенным по процедуре импичмента. Тем временем уже вовсю начались дискуссии о том, как теперь будут распределены силы в парламенте. Многие местные эксперты и депутаты сейчас высказываются, что в состав новой коалиции войдут те же фракции, которые составляли прежний правящий блок. Не исключается, впрочем, и другие расклады. Например, правящий альянс могут образовать не три, а четыре фракции. Однако в кулуарах парламента говорят, что ожидать серьезных перетасовок в альянсе не стоит. Игорь Потанин попытался выяснить возможность сценарий расстановки сил. В оппозицию или во власть? Выбором будущего места на политической арене сегодня озабочены все пять фракций Джигуркукинеша. Вопрос этот далеко не так прост, как кажется, говорят парламентарии. Те, кто согласятся вступить в новый альянс, автоматически возьмут на себя ответственность за ту работу, которую будет вести новое правительство. А до очередных выборов Джигуркукинеш осталось чуть больше года. В этом плане будущей оппозиции будет, конечно, легче заработать политические очки. Эксперты не исключают, что неожиданное решение Атамикена выйти из состава коалиции как раз с этой дилеммой и связано. Апогеи достигли, когда были разбирательства по Кунтору, где Жанторос Табалдеев четко показал, что мнение фракции Атамикен в решении вопроса Кунтора его абсолютно не интересует. Я думаю, что вот здесь произошел переломный момент и представители фракции Атамикен, которые в свое время, по сути дела, и породили это правительство, когда они, в общем-то, участвовали в смещении правительства Бабанова, сыграли ключевую роль, они поняли, что больше с премьер-министром они ни о чем не договорятся. И поэтому, собственно говоря, депутатам нужно правительство, которое им управляемое для них, с которого, так сказать, они могут тоже, видимо, извлекать какие-то дивиденды. Если решения Атамикена уйти в оппозицию будут последовательны, а не превратятся в очередной политический торг, то возможных конфигураций будущей коалиции не так уж и много. И дело тут даже не в политических взглядах. Проблема тут, скорее, арифметическая. Для формирования парламентского большинства необходимо наличие минимум 61 депутата во фракциях, решивших объединиться. А в связи с тем, что почти все партии, представленные в парламенте, сегодня расколоты на группы, собрать необходимое число мандатов будет нелегко. Теперь уже бывший лидер коалиции Феликс Кулов уверен, серьезных изменений в Альянсе ждать не стоит. По моим прогнозам, исходя из того, что у нас всего 5 фракций, и для того, чтобы создать коалицию, нужно минимум 3, для того, чтобы выйти за пределы 50%. Поэтому, скорее всего, это будет из ДПК, Арнамыс, Атамикен, на мой взгляд. Плюс еще какая-то фракция. Четвертой фракцией в будущем Альянсе, скорее всего, станет Республика. Оппозиционеры уже давно заявляли, что готовы присоединиться к парламентской тройке. Останавливало только премьерство Джантуру Садыбалдиева. Теперь, когда вопрос с главой правительства решен, от присоединения к коалиции республику отделяют лишь процедурные моменты. Однако разделить ответственность за ситуацию в стране республиканцы готовы лишь при соблюдении партнерами по Альянсу ряда условий. Самое главное, мы будем наставить, чтобы это правительство пришло профессионала. Не так, как партии недели, что там не было, чтобы работали. Как каждый министерств, каждый ведомств премьер-министр работал не на партии, а во благо Ростана все. Еще один вопрос, к обсуждению которого сегодня пытаются подготовиться фракции, это кого назначать на пост премьер-министра. Как только стало известно о распаде Альянса, желающих возглавить Кабмин стало немало. В числе возможных претендентов называют нынешнего вице-премьера Джумарта Тарбаева, действующего спикера Джугургукинеша Асилбека Джиембекова, а также двух лидеров парламентских фракций, аромысовца Феликса Кулова и социал-демократа Чиныбая Турсумбекова. Сами кандидаты о своих амбициях скромно умалчивают. Правда, тут же уточняют, что называть фамилии кандидатов на пост главы правительства заранее – плохая примета, могут сглазить. Да, я слышал, что меня хотят видеть на посту премьера, но давайте этот вопрос оставим на усмотрение будущей коалиции. Кого большинство поддержит, того и мы поддержим. Все решит парламент. Сейчас Джугургукинеш замер в ожидании, кому президент поручит формировать новую коалицию. От выбора главы государства зависит, какой курс будет взят в межфракционных переговорах. От этого же будет зависеть, сможет парламент продолжить свою работу или будет распущен. По закону, если депутаты трижды не смогут договориться о составе альянса, президент объявит о распуске Джугургукинеша. Игорь Потанин, Самадалат Акунов, НТС. Они ушли, а вместе с ними забудут и их преступление. Эксперты опасаются, что наказание коррумпированных членов, отправленного в отставку правительства, ограничится лишь одним увольнением. Не факт, говорят наблюдатели, что уголовные дела, если их откроют, будут доведены до конца. Напомним, депутаты обвиняют Джон Тросса Табалдиева в отмывании миллиардных сумм во время восстановительных работ на юге страны. А его заместитель это Эрбека Сарпашева в продвижении своего семейного бизнеса, будучи на посту вице-премьера. Далее продолжит Салтанат Кудайбердиева. Коалиция распалась, а правительство автоматически ушло в отставку. Правда, такой исход событий только на руку отдельным его членам. На фоне грубых нарушений и недостатков в работе Кабмина, отставка куда более выгоднее, чем увольнение по статье. Или еще хуже, по причине возбуждения уголовного дела. Верхушка теперь уже бывшего правительства серьезно дискредитировала себя в глаза граждан. Джан Тереса Табалдиева, например, подозревает в финансовых махинациях в особо крупных размерах, в бытность его главой госдирекции по восстановлению юга страны. А Тайрбек Сарпашев улечен в продвижении семейного бизнеса в госпроектах. Все факты участия экс-вице-премьера в бизнесе нашли полное подтверждение в ходе депутатского расследования. Комиссия уже подготовила справку, однако под этот документ еще никто из ее членов не подписался. Конкретно сейчас постановление не писали, потому что мы все должны, 10 депутатов собраться, пригласить Сарпашева и с ним надо разговаривать. Если он не покажет нам эти все документы, мы тогда выносим парламент и постановлению напишем, куда надо. Депутатам во время работы двух комиссий так и не удалось добиться хотя бы временного отстранения от должности руководителя правительства. Сейчас, когда они ушли в отставку, у оппозиционной фракции появилась надежда на то, что на ход дальнейшего расследования больше не будет оказываться давлением. Депутаты от меньшинства во всяком случае готовы добиться привлечения к ответственности бывших чиновников. Все зависит от дальнейшего расклада политических сил в парламенте. Но если состав новой коалиции останется прежним, наказать виновных не удастся. По мнению экспертов, члены коалиции до сих пор не считают себя ответственными за провалы своего правительства, как, например, за его нерасторопность во время недавней девальвации СОМа. Нацбанк остается один на один. Уже к концу этого месяца отжидается достаточно большое повышение цен на продукты питания, на ГСМ, так как волна неустойчивости валютных рынков России и Казахстана приходит к нам с опозданием в два-три месяца. Вот как раз в начале мая ожидается, что и валютные шоки, и то, что происходит с рублем и тенге, будет сказываться у нас здесь в Кыргызстане. А людей, ответственных за уменьшение влияния этих кризисов на Кыргызстан, на этот момент не будет. Сейчас депутаты обещают рассмотреть меру ответственности бывшего правительства во главе с Сатабалдиевым и за новый проект соглашения с канадцами. Если оппозиционные фракции, у которых позиция по проекту Кумтор была принципиальной, войдут в коалицию, то пересмотра документа не избежать, говорят нардепы. Однако у политологов иная точка зрения. Они считают, что вся эта процедура с распадом коалиции и отставкой правительства – заранее продуманный план. Мол, этот проект был запущен во избежание народных волнений, говорят эксперты. «Ответственности никакой не будет. Шли договоренности с Джантором Сатабалдиевым, что он закроет проблему Кумтора 50-50. За это ему не будет ничего по 135 миллионов долларов. Поэтому Джантор Джалдошевич пойдет строить новую дорогу Балахчай-Ош через мост Гогард. Это даст отдышку. Какие-то материалы уголовных дел могут потеряться. Какие-то стенограммы Джугур-Какенша могут исчезнуть. Это все варианты политической борьбы, которые в Кыргызстане доходят до того, что архивы просто сжигаются». Чтобы привлечь к ответственности виновных чиновников, по мнению политологов, правительство должна прийти новая элита, новые политические силы, поскольку старая система госуправления с нынешними функционерами просто не будет сама себя наказывать. Казахстан признал результаты крымского референдума. Накануне в Астане Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета обороны, на котором выразил свое мнение по поводу ситуации вокруг Крыма. Казахстан, по словам Назарбаева, как стратегический партнер, с пониманием относится к позиции России, защищающей права национальных меньшинств в Украине. Чуть позже слова президента подтвердил казахстанский МИД. В сообщении дипломатов также говорится, что в Крыму было свободное воле изъявления населения полуострова. Правда, в том же сообщении указывается, что Казахстан призывает для решения кризиса в Украине использовать международное посредничество «для обеспечения территориальной целостности этой страны». Обменяться некоторыми земельными участками предлагает Кыргызстан соседнему Таджикистану. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Баткенской области. В свою очередь, взамен Кыргызстан просит у Таджикистана их земли. Причем обмен должен проводиться на равных условиях. Каменистые участки на каменистые, поливные на поливные. Между тем, в регионе, по словам исполняющего обязанности вице-премьер-министра, имеются более 40 спорных участков, на которых в любой момент может возникнуть конфликт. Жители приграничного поселка Аксай живут в постоянной тревоге. Рядом расположены таджикские села, а в двух километрах анклав Варух. Там же и началось строительство дороги, которая должна будет соединить Аксай с селениями Тандык и Рават. Это обеспечит транспортную независимость наших населенных пунктов от соседей. Но это не нравится жителям таджикских сел. Именно из-за строительства дороги и возник конфликт 11 января. Аксайцам, впрочем, уже не привыкать к всевозможным стычкам. 13 марта таджики перекрыли единственную дорогу, соединяющую Аксай с Баткенской областью. Как оказалось, соседям не понравилось то, что на территории этого села вновь заезжают грейдеры для расчистки дорог. Из-за этих конфликтов, когда они перекрывают дорогу, у нас работа стоит. Нужно что-то делать. Сколько можно так жить? Жители приграничных с Таджикистаном сел живут, что называется, на пороховой бочке, особенно после начала строительства дороги. Вообще здесь практически каждый день между жителями наших и таджикских сел возникают мелкие конфликты. Наши дети не могут ходить в школу. Дети из таджикских поселков не дают им прохода. Жить на границе очень сложно. В Баткенской области более 40 спорных участков. Там в любой момент может возникнуть конфликт, отмечает исполняющий обязанности вице-премьер-министр Токон Мамытов. Поэтому решать приграничные вопросы нужно срочно, но для этого потребуется много времени и усилий. Учитывая то, что наши чиновники вот уже больше двух месяцев решают спорные вопросы в районе Анклава-Варух. Члены нашей правительственной комиссии во главе с ИО вице-премьер-министром Мамытовым провели уже четвертую по счету встречу со своими таджикскими коллегами. В ходе последних переговоров наши чиновники предложили соседям совершить обмен земельными участками. У нас есть участок Ары-Касты, где проживает несколько семей, 6-7 семей. Вот этот участок Ары-Касты, площадь ее примерно 11, более 7 гектаров. Где-то даже около 11 гектаров там. Вот этот участок мы можем предложить таджикской стороне на обмен, на равнозначный обмен. Понимаете? Надо на это идти. Я думаю, что таджикская сторона, она в принципе предварительно дала согласие, что отдельные вот такие, чтобы снять конфликтный потенциал, надо вот этими участками обмениваться. Речь идет как минимум еще о двух земельных участках. Причем обмен должен производиться на равных условиях. Каменистые участки на каменистые, поливные на поливные. Это позволит снять напряжение в регионе, уверен Токун Мамытов. По его словам, в случае, если Таджикистан даст свое согласие, то уже нужно будет уговаривать жителей наших сел. А сделать это будет не так уж и легко. На Кыргызско-Таджикской границе пресечена попытка провоза контрабандного груза. Как сообщили в государственной пограничной службе, двое жителей Баткенской области на автомашине марки МАН пытались провести сигареты из Таджикистана в Кыргызстан вне пункта пропуска. При осмотре автомашины были обнаружены более 5000 блоков сигарет. При осмотре автомашины были обнаружены сигареты марки Мальбора, общая стоимость которых составила около 4 миллионов сумок. После составления соответствующих документов, задержанный и контрабандный груз переданы сотрудникам УГКНБ по Баткенской области. Скрутили на глазах ребенка. Интернет-сообщество Кыргызстана обсуждает видеоролик с участием сотрудников ДПС. На кадрах отчетливо видно, как инспекторы расправляются с автолюбителем на глазах его маленького сына. Сегодня стало известно, что этим делом заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган намерен выяснить, насколько правомерно поступили инспекторы, применяя насилие в отношении пусть и нарушителя дорожных правил в присутствии его ребенка. Меж тем, в самой пострадавшей семье уверяют, правила нарушали сами милиционеры. Тему продолжит Ольга Семенюта. Инцидент произошел средь бела дня. Со слов сотрудников ДПС, нарушитель проехал на желтый свет. Доказать этот факт не удалось. После чего, как рассказывает уже автовладелец, ему стали приписывать непристегнутый ремень. Несогласный с обвинениями инспекторов, водитель забрал у них свои документы. В ответ милиционеры его скрутили и повалили на землю. Единственный защитник водителя на тот момент был его маленький ребенок. Весь ход событий происходил у него на глазах. Пожалуйста, верните мне, папа! На плач малыша инспекторы не отреагировали. Подняли мужчину, лишь когда тот согласился на штраф и отдал документы. После чего отца и ребенка увезли в районы УВД, где продержали несколько часов. Я когда увидела в УВД это видео, я вообще не могла остановиться. Я, наверное, дня два плакала. Я вот вспоминала, просто плакала. Когда все это снимали, прохожие проходили, просили, говорят, отпустите его, вы видите, ребенок плачет. Отпустите. И вот они кричали, нарушение, нарушение. Ну как? Человек что там? С пистолетом бегать, что ли, чтобы его скручивать? Сейчас это дело расследует районная прокуратура. На какой оно стадии расследуется ли вообще, неизвестно. От комментариев надзорный орган отказывается. Заявляют лишь, что виноваты обе стороны. А между тем, переживший стресс, ребенок до сих пор находится в состоянии сильной депрессии. Более того, так как отец для него это вообще фундамент неба, то есть все, от чего подпитывается энергия, у него получается, что он видел беззащитность отца. И вот эта ситуация, она может в худшем варианте отразиться, конечно, очень плохо. Он может плохо разговаривать, заикаться. Вот представляете, они показали, что нет, вот это был беспредел. Как отмечают ГУВД, за превышение полномочий своих сотрудников они наказывают дисциплинарно, а иногда и увольняют. Правда, сколько таких было случаев, в ведомстве не знают. Зато есть статистика по фактам применения насилия в отношении самих милиционеров. Бывают, из этих заявлений граждан, которые обращаются, некоторые факты не подтверждаются, некоторые факты подтверждаются, а по подтверждающимся фактам у нас принимаются дисциплинарные меры. Что касается нашумейшего инцидента с ребенком, то участвовавшие в нем инспекторы продолжают работать, как ни в чем не бывало. Широкую огласку этот случай получил благодаря очевидцам, которые засняли и распространили видео с места события. Можно только догадываться, сколько таких случаев остается вне поля зрения общественности. Ольга Семенюта, Александр Симонов, НТС. В Бишкеке выявили очередной наркопритон. По данным столичного ГУВД, он действовал не один месяц. В момент, когда нагрянули оперативники, в притоне находились его клиенты в невменяемом состоянии от употребления наркотиков. В ходе обыска было обнаружено полкилограмма гашиша, шприца и таблетки димедрола. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ведется следствие. В момент задержания пятеро, все они доставлены в республиканский наркологический диспансер и все они находились в наркотическом опьянении. Эксперт это так показал. Кроме этого, хозяин дома не однажды привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за убийство, грабеж, разбой, кража. И те, кто находятся в этом доме, тоже все они были ранее судимы. Деградация материнских чувств или безысходность на чужбении семейные психологи бьют тревогу, наблюдая за статистикой оставленных женщинами-мигрантками своих новорожденных детей в роддомах столицы России. Самое обидное, что лидером в этой статистике стали наши соотечественницы. Если за последние три года в Бишкек вернули 27 малышей, то за последние два месяца, говоря специфическим языком, репатриировали уже 10 детей. Это лишь те, от которых кыргызстанки отказались официально в роддельных домах. А сколько оставленных деток на улице и неопределенных малышами гражданок, какой страной они являются, остается только догадываться. Асир Айдбаева узнала, куда делись материнские ценности. В Бишкекском доме ребенка очередное пополнение. На днях сюда из Москвы привезли семь брошенных кыргызстанками детей. Все они были в разное время оставлены в роддомах столицы России. Самому маленькому всего два месяца, а старшему два с половиной года. Врачи отмечают хорошие пяти детей. Правда, огорчает состояние здоровья некоторых из них. Ну, троек был врожденный порог сердца, ну, по типу открытого вольного окна. Ну, оно закрывается, оно не смертельное. Вот, ну, будем наблюдать. У них в основном, ну, задержка психоречевая задержка, вот, задержка в психомоторном развитии, вот. Ну, легкая задержка у детей, а там дети, состояние детей относительно удовлетворительное. Это не первый случай репатриации детей, брошенных мигрантами в России. В январе из Москвы отправили еще троих малышей. Соцработники объясняют, наши женщины-мигрантки бросают детей из-за финансовых проблем и неуверенности в своем будущем. Это все происходит на фоне слабой поддержки со стороны государства, да еще при высоком уровне внешней миграции. Все люди, которые уезжают в миграцию, они все взрослые люди. Они сами должны прекрасно знать, что у них в таких случаях есть ответственность. Родителям тоже с рождения воспитывать своих дочерей. Вы видите, это жизнь. Мы не можем запретить им не рожать. Это очень даже неправильно. Рожать, конечно, не запретишь, но уменьшить число брошенных детей вполне реально. Для этого правительству необходимо приложить усилия. Хотя бы вести разъяснительную работу среди граждан перед отъездом за пределы страны. Многие наши соотечественницы малограмотны и не знают своих прав. Малоимущие женщины-каргызстанки знали бы о том, что если они приедут на территорию Кыргызстана, и если они смогут получить пособие по малообеспеченности, что со стороны государства будет оказана поддержка. Естественно, ни одна мать, ни одна женщина бы не осталась бы на территории Российской Федерации, не оставила бы ребенка. Но не все истории так печальны. Трудные жизненные обстоятельства, рассказывает эта молодая девушка, не повод оставлять детей на произвол судьбы. Она осталась одна с двумя детьми. С мужем жизнь не сложилась. Сейчас старшему канату три с половиной, а дочке Айдай почти два года. У Мадины нет ни работы, ни жилья. Но детей, говорит она, ни за что не бросит. Очень тяжело. У меня сейчас нет жилья. И я, как мать-одиночка, у меня двое детей. Я не отказываюсь. Двое, дети мои, я не отдам никому. И мне тоже, как мать двоих детей. И у меня сердце болит. Ну, то, что вот так бросают своих детей. Эксперт отмечает, что сегодня правительство пожинает плоды своей непродуманной политики в социальной сфере. К примеру, в этом году Минсус Развитие выделили один миллион сомов на репатриацию брошенных детей из-за рубежа. Но этих расходов можно было бы избежать при умелом подходе. Что касается судьбы брошенных детей, возвращенных из Москвы, их родственников намерены искать. Если не найдут, то дадут на усыновление. Все лицензии на право пользования недрами Кыргызстана выдаются только на конкурсной основе. Об этом заявил заместитель директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Уламбек Рыскулов. Судьба наиболее перспективных месторождений по определенным причинам не прошедших одобрений у конкурсной комиссии в ближайшее время будет решена в судебном порядке. Речь идет о золотых рудниках Джиру и Кутисай. Что же касается других лотов, то заявки на участие в аукционе от всех желающих принимаются на ежедневной основе, сообщил сегодня чиновник. Для того, чтобы участвовать в аукционе, не требуется каких-либо документов, которые нельзя собрать. Я перечислю, какие документы необходимы. Это первое, учредительные документы юридического лица, это учредительный договор, устав и свидетельство Минюста. Второе, справка с налоговой инспекцией о том, что он не имеет задолженности перед бюджетом. Третье, это доверенность на представителя, если заявку подает представитель, не сам директор, и получается доверенность. И четвертое, это квитанция об оплате гарантийного вноса и сбора за участие. Привлечение иностранных инвестиций по всем направлениям – это то, чего так не хватает Кыргызстану, считают эксперты. При госдолге в 3 миллиарда долларов и дефицитном бюджете развития промышленности, в частности горнодобывающей, многие называют потенциальным локомотивом всей экономики. Но пока тема кумтора, разменная монета в политических играх, притока инвестиций ожидать не стоит. Тем более в ситуации, когда в стране время от времени вспыхивают митинги и намечаются Курултаи с призывами национализации крупнейшего в стране предприятия. Несмотря на достигнутую договоренность правительства и Центеры о создании совместного предприятия по кумтору, в нашей стране эта тема по-прежнему в центре политических интриг. Ни митинговые лозунги, ни программы оппозиционных движений не обходятся без упоминаний золотодобывающего предприятия. Один из пунктов повестки, намеченного на 31 марта Курултая – возможность передачи в собственность государства природных богатств, в том числе месторождение кумтор. Конечно, все политики популисты хотят национализировать. Вот вы мне скажите, хоть одно государственное предприятие в Кыргызстане работает рентабельно? Нет, все они банкроты, Кыргызстан в том числе. Как мы можем заставить кумтору работать? Поэтому я поддерживал предложение, когда мы приводим канадцев сюда, здесь регистрируемся 50 на 50. Элементарно, повышением налогов или с другими там путями мы можем тоже 67% выгоды получить. По предварительным подсчетам экспертов, вступление в силу соглашения о создании совместного предприятия дополнительно принесет республике почти полтора миллиарда долларов. Но что значит столь внушительная сумма в сравнении с амбициями политиков? На теме кумтора сегодня спекулируют все, кому не лень. И создаваемые новые политические объединения тому не исключение. Многие в нашем движении придерживаются той позиции, что мы сначала должны динонсировать соглашение с КМЭКой, а потом только должны сесть за стол переговоров и вести переговоры заново. Однако эксперты уже не раз заявляли, что динонсация соглашения обернется для республики многомиллиардными исками в суд. Кроме того, в рамках судебного процесса возможна остановка предприятия. А если республика еще и проиграет арбитраж, то наша страна окажется на грани банкротства. Поэтому есть очень много негативных моментов, которые наиво видны. Но из-за того, что политическая ширма, каждый рвется во власть, хочет получить очки. А что будет с народом, со страной, об этом, к сожалению, часто наши некоторые политические силы и лидеры не думают. По словам зарубежных экспертов, Центера на сегодня, возможно, единственный инвестор на всем постсоветском пространстве, который непрерывно подвергается агрессивным атакам с политических трибун. Однако, несмотря на громкие призывы национализировать рудник или денонсировать соглашение, не стоит забывать, что Комтор для республики – предприятие бюджета образующее. А очереди из инвесторов, которые хотят вложить свои капиталы в экономику страны, пока не выстраиваются. Ну и закончим выпуск на предпраздничной ноте. Сегодня в преддверии Нуруза в Карагачевой роще состоялось мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей. Около трехсот воспитанников реабилитационных центров и детских домов получили сладкие подарки и внимание окружающих. Ребята продемонстрировали свои творческие способности. Лучшие певцы и танцоры были награждены заслуженными овациями присутствующих, а после поспешили поздравить с предстоящим Нурузом и зрителей НТС. Грядущий весенний праздник Нуруз меж тем вызвал нешуточные споры среди теологов. Смотрите сегодня на вашем канале в 21.30 программа Кумульбор-Бурунда. Тема дискуссии «Нужно ли отмечать НОРУС в Кыргызстане?» Это были все новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Спонсором прогноза погоды является препарат Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok